Только в Альфа-банке! Закажите бесплатную дебетовую Альфа-карту, крутите барабан в приложении и получаете супер-кэшбэк каждый месяц! Закажите карту в декабре и гарантированно получите кэшбэк 30% на технику! Не просто выгодно, Альфа выгодно! Привет, ребятки! Надеюсь, что вы не из пугливых, потому что сейчас я покажу вам три своих самых страшных истории. Заваривайте чаёк, присаживайтесь поудобнее, берите любимые вкусняшки и мы начинаем! Приятного просмотра! Видали метка пики? Это значит, что меня выбрала сама пиковая дама, она наделит меня особой силой! Линси, ты что вызывала пиковую даму? Это же запрещено! Ты вообще знаешь, что означает эта метка? Ну конечно, это значит, что ко мне скоро придёт пиковая дама и подарит мне сфер способности! Нет, Линси, она тебя убьёт! Не говори ерунды, вы просто мне завидуете! Линси, не обращай внимания на этих бестолочей! Дети, скоро каникулы! Запомните, что никогда нельзя вызывать сущности из потустороннего мира, в особенности пиковую даму! А что будет, если вызвать её? Она заберёт вашу душу и вы погибнете! Вызов пиковой дамы официально запрещён в нашей стране! Вы сами-то вызывали! Я прочитала в интернете, что пиковая дама может исполнять желание! Это всё чушь, вас обманывают! Никогда не делайте этого! Но я уже сделала! Боже, Линси, я позвоню твоим родителям! Ника, как ты думаешь, с Линси что-то случится? Не знаю, Лиза, но я думаю, что взрослые не зря нас пугают! Доченька звонила мама Линси! Ты не знаешь, куда она пошла после школы? Она так и не вернулась домой! Боже мой, нет, я не знаю! Её мать сказала, что Линси вызывала пиковую даму! Это правда? Только не говори, что ты в этом участвовала! Нет, мамочка, ты что? Все, кто когда-либо её вызывал, давным-давно погибли! Обещай никогда не делать этого! Обещаю! Линси так и не вернулась домой! Я догадывалась! Пропустите меня, я вызову эту чёртову пиковую даму и порву за Линси! Майк, немедленно успокойся, или я отправлю тебя к директору! Отвалите от меня, я хотел предложить ей стать моей девушкой! Хватит, её уже не вернёшь! А если ты вызовешь пиковую даму, отправишься вслед за своей любовью? Да идите вы к чёрту! Анисимова, намочи тряпку, пожалуйста! А? Конечно! О нет, Майк, не делай этого! Пиковая дама, приди! Пиковая дама, приди! Что происходит? Она пришла! Ты идиотская ведьма, я тебя не боюсь! Верни Линси, или я тебя прикончу! Майк, не надо! Дверь закрыта, откройте дверь! Я приду за вами! Я приду... Свет включился, ничего не произошло! Ну и куда она делась, я с тобой не договорил! Майк, на тебе метка! И чё, на тебе тоже? О нет, ты что наделал? Ещё и меня сюда ввязал! Ника, тебе весь урок не было! Ты что там делала с этой тряпкой? Смотри! Господи, Ника, ты что совсем? Ты что вызвала пиковую даму? Ты знаешь, что теперь будет? Тихо ты, это не я! Я пришла в туалет, чтобы намочить тряпку, а там Майк вызывает пиковую даму! Я хотела его остановить, но было уже поздно! Бедная Ника, что же теперь будет? Ничего не будет! Она придёт за мной, и я её прикончу! Придурок! Из-за тебя погибнет моя единственная подруга! Никто не просил её в это лезть! У тебя мозгов как у курицы! Я уверена, есть какой-то способ поспасти! У нас слишком мало времени! Пойдём! В интернете пишут, закройте все зеркала, ведь они порталы для входа пиковой дамы в наш мир! Проверьте, чтобы рядом не было отражающих поверхностей! Не говорите ни с кем после двенадцати, они могут оказаться не теми, за кого себя выдают! Хоть бы всё получилось! Дочь! Дочь, проснись же! Странно, зачем мама меня будет? Надо посмотреть на время! Ровно двенадцать ночи! У тебя всё хорошо? Почему ты завесила зеркало? Неужели ты вызывала пиковую даму? А знала ли ты, что она тебя из-под земли достанет, и ничто в этом мире тебя не спасёт? Доченька, ты чего? Приснилась что? Отвали от меня, пиковая ведьма, я тебя не вызывала! Вероника, это я, мама, тебе что, кошмар приснился? Лиза, это сработало, она приходила за мной, но ничего не сделала, только напугала! Слава богу, а вот Майк не пришёл в школу, его родители сказали, что он исчез сегодня ночью! Какой ужас, Лиза, мне страшно! Не волнуйся, мы что-нибудь придумаем! Зачем люди вообще её вызывают? Она исполняет одно самое заветное желание! Говорят, если она посчитает, что желание не искреннее или не стоило того, чтобы тревожить её, она убивает человека! А также всех тех, кто тревожит её ради развлечения! Мне кажется, у меня нет шансов, я не хочу, чтобы наступала ночь! Пойдём сегодня ко мне, переночим вместе, вдвоём не страшно! Хорошо! Вот-вот стукнет двенадцать, и нам нельзя будет говорить! У меня есть план! Какой? Пиковая дама, приди! Пиковая дама, приди! Нет, Лиза, что ты делаешь? А она здесь! Пиковая дама, пожалуйста, оставь Нику в живых, это моё самое заветное желание! Лиза, теперь она нас обеих заберёт! Что происходит? Лиза, ты где? Я тут, всё получилось, небоскажи, сколько время! Ты спасла нас, Лиза, ты гений! Сейчас двенадцать-тридцать ночи! Жаль, что мы не послушали учителя, ведь он говорил нам, что всё это обман, и Пиковая дама желания не исполняет! О чём ты? А твоя подруга, Лиза, говорила тебе не разговаривать с кем-то после двенадцати! Какая же ты глупышка! Нет! Новым годом, доченька! Спасибо, мам, неужели там то, что я давно хотела? Знала бы ты, сколько я магазинов облазила, чтобы найти это! Давай, открывай уже, не томи! Господи, мама, это что, шутка? Ну, если айфон для тебя шутка, то да! Айфон? Здесь какая-то уродская кукла! Чего? Ну дай сюда, вот же, смотри, на дне айфона, куклу, может, просто в подарок положили! Ну и подарки у них, спасибо за айфон, мам! Привет, Ника, а чего тебе на Новый год подарили мне вот шляпу ковбоя? Зачем тебе шляпу ковбоя? Тиктоки снимать, на свидания ходить! Только в Альфа-банке! Закажите бесплатную дебетовую альфа-карту, крутите барабан в приложении и получаете супер-кэшбэк каждый месяц! Закажите карту в декабре и гарантированно получите кэшбэк 30% на технику! Не просто выгодно, альфа выгодно! Мне подарили айфон и какую-то пугающую куклу! Зачем? Хэллоуин уже закончился вроде! Мама говорит, в магазине положили в подарок! Это та, что у тебя из сумки торчит! Чего? Какого черта она тут делает? Наверное, мама положила! Ну и видок у нее, как будто из мусорки достали! О, Вероника, это что, твой подарок на Новый год? Очень тебе подходит! А по-моему, она на тебя похожа! Ты что там векнула? Вообще-то, это кукла одного очень известного бренда! За ней очереди выстраиваются, стоит 500 тысяч! Лютый тренд! Чего? Доверься мне! Да? И что за бренд? Ээээ... Люси Васен и Дольче Каббана! Коллаборация! Хм, Ника, хочешь, я больше не буду тебя донимать и другим не позволю! Подари мне куклу и можешь рассчитывать на мою помощь! Мне ничего от тебя не надо, просто держись подальше от нас! На, забирай! Спасибо! И поаккуратнее с ней все-таки Люси Васен! Ха! Ха-ха! Лиза, ты гений, я уже говорила? Много раз! Какая же она глупая, это Линдси! Ладно, пошли на урок! Ха! Что за хрень? Она же была у Линдси! Лиза, чертовщина какая-то творится! Эта кукла сегодня оказалась у меня дома, в кровати! Как такое возможно? Ника, утром Линдси нашли бездыханной! Что? Господи, этого не может быть! Думаешь, это дело рук куклы? Я не знаю, но каким образом она оказалась у меня дома? Слава богу, я ее выкинула! Ника, она у тебя в сумке! Боже! Это еще что за беспредел? Игрушками разбрасываются еще и такими красивыми! Учитель, у вас со зрением все нормально? Вообще не очень, но если вам эта прелесть не нужна, я возьму ее себе! Учитель, нет, давайте я просто ее выброшу! Ну уж нет, с ума сошли игрушки выбрасывать! Что же с ней теперь будет? Да может ничего, с Линдси просто совпадение! Куклу мы вчера, возможно, забыли отдать Линдси, вот ты и проснулась с ней! Лиза, что за бред? Мы обе видели, как Линдси забрала куклу! Мама, существуют проклятия? Проклятые куклы, например? Конечно нет, доченька, это придумали, чтобы пугать народ! Но с моей куклой что-то не так! Ну да, она жуткая, но абсолютно безобидная, поверь! ЗВОНОК В ДВЕРЬ Алло? Господи, какой ужас, мне очень жаль! Мама, кто это? Что случилось? Звонил твой директор, с вашей учительницей произошел несчастный случай, она сейчас в реанимации! Мам, это все кукла, она брала к себе мою куклу, а до этого ее брала Линдси и в ту же ночь погибла! Погоди, кто-то стучит в дверь! Дочь, там никого нет, наверное дети балуются, только твоя кукла на пороге валяется, вечно ты все раскидываешь! Мам, эта кукла должна была быть у учителя, она ее забрала, она не могла оказаться здесь! Смотри, не переживай, я ее выброшу, это просто кукла, ничего с тобой не случится, обещаю, хорошо? Хорошо! Вот еще буду я выбрасывать игрушки, спрячу себя в комнате, передарю кому-нибудь! Дочь, это ты? Да, Лиза, я не могу уснуть, мне страшно! Но твоя мама же выкинула куклу! Да, и на удивление, домой кукла все еще не вернулась, может ее кто-нибудь забрал? Может! Это мама кричит, погоди! Ладно, жду! А, кукла у меня под дверью, и вся в чем-то красном! Мама! Алло, Ника? Ника, что там случилось? Доченька, если услышишь женский голос, напевающий колыбельную, немедленно закрывай уши, иначе уснешь вечным сном! Мам, я устала от этого, а когда это все закончится? Никогда, видимо! Этот ужас начал происходить 16 лет назад, и ты не представляешь, сколько людей уже спят вечным сном! Никто не может их разбудить! Лиза, ты чего такая замученная? Пивунья мне спать не давала, я постоянно просыпалась от этой тупой колыбельной, еле успевала закрыть уши! Ужас какой! Вот опять ты издеваешься! Да пошла ты, идиотская пивунья, я тебя не боюсь! Линси, закрой уши! Вот дура! Дети, запомните, никогда не кидайте вызов этому призраку! Все, кто это делали, уже спят вечным сном! И что, это будет длиться вечно? Кто-нибудь знает, как выглядит эта поющая женщина? Никто и никогда ее не видел, она подходит ближе только к тем, кто продержится больше минут, слушая ее колыбельную, таких еще не было! Ника, хочешь ее увидеть? Нет, Лиза, даже не думай, мы не сможем продержаться и заснем, как Линси! Так мы сделаем это вместе, не дадим друг другу заснуть, может нам удастся избавиться от нее? Я не знаю! Не советую вам, Мора ищет свою дочь, только она способна не заснуть под ее колыбельную! Мора, откуда ты знаешь ее имя? Я умею пользоваться гуглом, глупышки! Точно, пойдем нароем на нее инфу и проучим эту певичку! Пошли! Удачи вам! Мора Брейкотт, есть легенда, что однажды она укладывала спать свою новорожденную дочь, а та не хотела засыпать! Тогда уставшая мать вышла из комнаты, чтобы попить воды, но вернувшись, ребенка уже не было, дочь похитили! Ее сердце не выдержало и остановилось! Какой кошмар, бедная Мора! С тех пор она ходит по городу и поет колыбельной, пытаясь найти своего ребенка, только на него не действуют смертельные напевы! Думаешь, ее ребенок еще жив? Это случилось 16 лет назад, если Мора еще поет, значит девочка все еще жива и походу она наша ровесница! Дочь, ты чего такая печаленная? Мам, где мне найти девочку, мою ровесницу, сироту? Где мне ее искать? Милая, что за глупые вопросы? В нашем городе единственный детский дом! Твоя подруга Лиза, кстати, оттуда! Чего? Лиза приемный ребенок? Почему ты раньше не сказала? Это ее личное дело? Так зачем тебе это? Просто интересно! Я пойду к Лизе, мы договаривались погулять! Ника, что случилось? Лиза, ты знала, что ты не родная дочь своих родителей? Ну да, неужели это так важно? Нет, ты что? Просто это же значит, что ты можешь быть дочерью! Мора, не говори ерунды! В нашем городе полно сироток наших сверстниц! Вот, например... Ну или... Да не важно, они наверняка учатся не в нашей школе! Ты права, давай поговорим с Морой, я согласна не закрывать уши! Ты готова? Да, главное продержаться минуту! Надеюсь, она не заметит, что у меня наушники! Начинается! Все будет хорошо! Странно, я совсем не хочу спать! Блин, наушники заглючили! Ты что, в наушниках была? Ника, нет! Мора! Ну здравствуй, доченька! Ну вот и все, дорогие ребята! Не забывайте подписываться на мой телеграм-канал! Там продолжение выходит первыми! А еще у вас осталось целых два дня, чтобы принять участие в конкурсе на шесть телеграм-премиумов! Чтобы участвовать, нужно всего лишь быть подписанным! Поэтому очень жду вас там! А так, до встречи в новых роликах! Кстати, в следующем видео выйдет продолжение сериала про Клятия куклы! Поэтому, надеюсь, что вы следите и ждете! Я уже стараюсь для вас! До новых встреч! Пишите в комментариях свое мнение! Буду все читать!